начинаем очередной объект это будет т-образная печь вот под нее фундамент уже залили дымоход немножко будет стороне придется смещаться в ту сторону с чего мы начали объект сейчас покажу начали мы с сортировки кирпича этот процесс я думаю не стоит показывать просто вот видно сколы на кирпиче его отдельно нормальный кирпич относим вот сюда вот в стопку и сейчас будем прогонять вот на вот таком станочке самодельном то есть снимать будем фасочку то есть маленькие какие-то сколы на кирпиче вот такие вот вот так вот вкладке будет некрасиво кирпич выглядеть а когда пройдем и снимем фасочку это будет совсем другое дело в общем на вот таком станочке будем прогонять снимать фаску одну палету мы уже берег брали сейчас вот этот кирпич отсортируем и полукруглый радиусный это у нас на углы везде пленочка отгородили короче у нас здесь как в душе губки жара здесь капец какая так выглядит первый ряд здесь выступы на четыре с половиной сантиметра потому что пойдут фигурные кирпичи здесь был кирпича проложили сейчас будем ровнять простенки как мы делаем здесь у нас вот такая вот дощечка она получается 1 и 2 миллиметра сантиметра 12 ставим сюда накладку убираем либо как в нашем случае профиль либо правило можно и все выставляем по уровню с одной и с другой стороны и сейчас так же самое с с каждым простеночком с каждым торцом потом здесь под штукатурим клеем сантиметровый сантиметровый базальтовый картон для теплового расширения все и можно дальше продолжать кладку так выглядит второй ряд и третий ряд уже выходим на нужный нам размер дверка зольная вот такая вот по старинке будем крепить на проволоку армировка конечно не о чем обычно штукатурная сетка говорили чтобы хотя бы два миллиметра толщина была ну приходится вот такие запилы делать здесь потом станет базальтовый картон по периметру по кругу и подвертка будет идти вот такая вот и шамотного кирпича и чтобы кирпич не довел на стенке печи все будете через базар чтобы было куда ему расширяться этот кирпич подвержен самой максимальной температуре в принципе почему потому что он греется с трех сторон то есть с этой с этой и снизу он быстрее всех будет нагреваться это личное мое мнение поэтому сюда мы ставим огнеупорные так здесь формируем зольную камеру и так колосники у нас 35 сантиметров там вот такой вот канальчик идет вот такой соединяющий вот эти опускные каналы этот и тот так 6 рядов готова на этом ряду будет ставится дверка топки там 9 рядов есть у нас оставляем проем для дверки топки установили дверку топки как видно везде через сантиметровый базальтовый картон для расширения теплового также самое здесь вот под базальтом идет от стен обгородились базальтовый картон везде для теплового расширения так как он не упора и керамического кирпича разное тепловое расширение так начал класть шамотное ядро делаем вот такую щель это для того чтобы отгоняла дым от стекла так как нету жалюзи на этой дверце чтоб подача воздуха было отсюда отгоняла чтобы охлаждал само стеклышко тут будет такая клиновая перемычка сухой шов идет двух сторон примерно два с половиной сантиметра делаем вот такие срезаны кирпичи это чтобы облегчить чтобы кирпич не перевешивал чтоб сюда вот так вот не падал в общем ступеньку это для того чтобы легче было перекрывать нам так сказать немножко удешевляем потому что плитой если перекрывать чтобы 94 скорее всего она туда подходит 49 сантиметров она по-моему 47 перекрываем в клин опять так вот здесь расширяем чтоб сечение нормальное было для выхода делаем так делаем 13 сантиметров 13 и обычно как обычно если ну так вот замочек у нас все перекрылась хайло достаточного сечения все тут нормально вышло и пошло все наверх сухие швы сухой шов с этой стороны все отлично это перекрыли вот так вот в клинышек все обратно все четко без каких-либо плит здесь прям вплотную подогнали там минимально минимальный слой то у нас 13 ряд делаем такую декоративную полочку подвигаем ли на три сантиметра кукете делаем на четыре с половиной то есть на полтора сантиметра полочки сюда плюс еще ляжет сверху полочка то есть выдвинем еще на три сантиметра это будет завершение самой топки вот этой останется только щиток сейчас сюда кидаем базальтовый картон газы будет идти и плавно подниматься кверху тут базантик уголок не касается осталось перекрыть вот на таком этапе мы остановились за три дня так это у нас 14 ряд сейчас 4 рядка прогоняю по эту сторону и все будем завершать первый колпак так здесь вот так вот выглядит все чудненько здесь тоже защищено по таким образом здесь идет огнеупорный кирпич вот так вот через базальт накинем чтобы он частично конечно идет на вот эту кладку в основном будет лежать там тут через уголки два уголка здесь и здесь вот таким образом перекрыли на колпак это первое перекрытие перекрываю двумя рядами задвижка прямого хода сразу будет идти в трубу на всякий пожарный случай сделаны через базальтовый картон чтобы этот кирпич не довел на вот эту кладку можно было бы перекрыть вот таким образом то есть оттуда бы течет пошел бы полностью сюда упирался кирпич ну чё-то мне не хочется ты чок торчал накладки витя уже вот подготавливает над задвижкой кирпич вот так выглядит у нас второй колпак то есть восходящий канал оттуда оттуда подвертки будет заходить это уже на выход будет канал эти сечением 13 на 26 все газы поднимутся заполняют колпак и будешь подныривать сюда и уходить дымовые трубы приходится смещаться дверка для почистки будет чтобы чистить вот этот вертикальный канал такой у нас агрегат сплошные ступеньки ничего не попишешь надо балку обходить запуск агрегата нашего сейчас буквально пару минут и закроем задвижку прямого хода основная задвижка 5 прочисток что заказчица скажет заказчица скажет что вы произошли все мои ожидания даже краще чем я думала я бачила проект той что бомб по якому вы собирались робить ну ваши предложения просто бомба задвижка прямого хода основная задвижка 5 прочисток все сейчас задвижка прямого хода закрыта идет все через печь тяга отличная в общем довольны очень очень а